Назад дороги нет, кинул всех, даже мою коллегу, которая его дожидалась. Речь о бывшем гендиректоре Вымпелкома, это Михаил Слободин. Он находится в федеральном розыске. Так вот, сначала он бросил жену, прислав одно лишь короткое смс. «Оксана, ты можешь теперь рассчитывать только на себя». Она угласила, и было это 5 сентября. Он улетел в Ниццу, сбежал и вроде должен был вернуться в Россию. Даже билет в бизнес-класс купил. В самолете его ждала Жанна Карпенко, но ждала напрасно. Ну что ж, это рейс Аграфмота Су-2471, выполняющий рейс из Ниццы в Москву. Это бизнес-класс самолета. По нашей информации, на бизнес-класс купил билеты Михаил Слободин, инсидент-директор компании Вымпелком. Но вы видите, что самолет начинает движение, вот в окошке это хорошо видно. А в бизнес-классе, но он, впрочем, как вам, в моей информации, об эконом-классе Михаила Слободина нет. То есть не полетел он этим самолетом, однако есть точная информация, что билеты он купил. Я напомню, что бежал Слободин из Москвы в Ниццу. В понедельник, 5 сентября, буквально вчера, написал прощальное письмо всем сотрудникам своей компании, попрощался и с компанией, и со страной. Есть информация, что его люди вели договоры предсоследственным комитетом о том, на каких условиях Слободин может вернуться и дать показания. Видимо, ему нужны были какие-то гарантии, но, судя по всему, он не договорился. Опять же, повторяю, что в самолете Слободина нет. Этим рейсом он не полетел, и самолет рота сядет в Москве без Михаила Шеведяна. Во Франции Михаил Слободин теперь сможет наслаждаться жизнью уже с новой пассией. Это Анна Блэйерс, которой у беглого топ-менеджера уже растет пятилетний сын. Добавлю, что Слободин сделал своей возлюбленной необычный подарок в день ее рождения, 27 февраля. Именно тогда он расторг брак с прежней женой.